Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. С вами я, ведущий Олег Бурылов. У меня для вас очередная великолепная новость. В Киргизии 4 октября 2020 года состоялись парламентские выборы. Но уже 5 октября десятки тысяч людей по всей Киргизии вышли на акции протеста против этих сфальсифицированных выборов. Люди заявили о том, что это были самые грязные выборы за всю историю Киргизии. В частности, по стране ездили микроавтобусы, перевозившие людей, голосовавших на всех подряд избирательных участках. Соответственно, три провластные партии набрали 55% голосов. И только одна оппозиционная партия смогла с ними побороться, так скажем. Люди вышли на основном митинге в Бишкеке на площадь Алла-Туо, рядом с президентским дворцом, или, как его еще называют, Белым Думом. Они пригрозили разбить на площади юрточный городок, чтобы оставаться до назначения повторных выборов. Избирательной комиссии страны был поставлен ультиматум принять такое решение до полуночи. Кроме того, на митинге звучали призывы к отставке действующего президента Киргизии Сааранбая Женбекова, которого нередко называют пророссийский. После того, как протестующие объявили о том, что они остаются на площади бессрочно, милиция начала разгон. Были применены водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. ОМОН пришел с дубинками, со щитами. Людей стали избивать, разгонять. Ранение получили около 30 человек. Но сейчас, думаю, уже больше эта информация была 5 октября. Что произошло дальше? Люди захватили вот этот президентский дворец, создали свои альтернативные органы власти и назначили своего мэра. До того момента, как будут проведены уже нормальные, а не сфальсифицированные выборы. ЦИК 12 голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования. Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя. И поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий. Заявила Гульнара Джарабаева. Facebook. Это член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов. Президент Киргизии назвал произошедшее попыткой незаконного захвата власти, однако рекомендовал ЦИК проверить результаты парламентских выборов вплоть до их аннулирования. Что и было сделано. Лидирующая на выборах в парламент Киргизии политическая партия Биримдик ранее заявила, что готова пойти на повторное голосование. Президент Киргизской республики Саранбай и Женбеков контролируют ситуацию и выражают уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. Заявила пресс-секретарь президента страны. Сам Саранбай Женбеков заявил о том, что прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть, используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь по протестующим. Лидеров партии президент призвал увезти своих митингующих сторонников с улицы и вернуться в правовое поле. Друзья, вот я смотрю все, что происходит в странах СНГ, одно и то же, друзья, одно и то же. Президент страны, его пресс-секретарь нагло врут на весь мир. Просто наглое вранье. Президент говорит, что призвал милицию не стрелять по протестующим, а тем не менее применялись светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ. Ну так, друзья, сплошное вранье и лицемерие. Все-таки, какой можно сделать вывод, вот из всех этих событий? В Украине произошла смена власти. В Белоруссии идет бессрочное противостояние. Но я думаю, скоро Александр Лукашенко уйдет от власти. Ему деваться некуда. По некоторым данным, 90% населения страны против его гегемонии, диктатуры. Сейчас вот в Киргизии происходит смена власти. Я думаю, что она произойдет. Следующие на очереди мы, Россия. Только вот, к сожалению, после прошедших тоже парламентских выборов в России, у нас почему-то не было никаких митингов, акций протеста. Ну, вернее, они были. Несколько сотен людей по всей стране вышли. Но вот такого протеста почему-то нет. Я удивляюсь. Ну, как говорится, счастье не за горами. Я думаю, что скоро мы увидим смену власти в России. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. Пишите ваши комментарии. Мне интересно ваше мнение. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.